Добрый день, сегодня мы продолжим определение схемы, я в прошлый раз, еще раз отвечая на ваш вопрос, значит здесь в лекциях будет именно современный подход, только значит я буду рассказывать, вот сразу мы начнем с определения схемы, так как окольцованного пространства, пространства с пучком регулярных функций, так значит, ну вот и в прошлый раз мы с каждым кольцом связали множество, спектр этого кольца, значит множество простых идеалов, идеалов кольца R, вот и сейчас следующее, мы должны на этом множество определить топологию, это был первый, значит, элемент этого дела, значит, вот в классической теории рассматривался максимальный спектр, так, кольца, который состоял не из простых идеалов, а только из максимальных идеалов, но любой максимальный идеал прост, так, поскольку любое поле является областью целостности, да, фактор по максимальному идеалу поля, фактор по простому идеалу области целостности, значит, так что вот максимальный спектр кольца содержится в его спектре, и состоит из того, что называется замкнутыми точками. То есть вот в случае алгебраически замкнутого поля, я вам это проиллюстрировал на примере афинного пространства, но на самом деле для любого афинного алгебраического многообразия максимальный спектр кольца регулярных функций на нем, что такое афинное алгебраическое многообразие, которое в каком-то афинном пространстве является множеством нулей идеала какого-то, то есть где и это идеал, вот если вкладывается в n-мерное афинное пространство, и это идеал в кольце многочленов от n-переменных над нашим основным полем k. И тогда можно было рассмотреть фактор кольцо k, x1, xn по этому идеалу, и этот идеал, значит, это фактор кольцо в точности интерпретировалось как кольцо в классической теории, кольцо регулярных функций на x со значениями в k, так, значит, то есть вот точки x интерпретировались как, значит, максимальные идеалы этого кольца функций, то есть вот то, что я вам в прошлый раз сформулировал теорему Гильберта о нулях, напомнил, так, теорема Гильберта о нулях это ровно вот это соответствие для афинного пространства, так, что афинное пространство это ровно максимальный спектр k от x1, xn, так, ну вот если, значит, поле k у нас алгебраический замкнут. Вот это ровно, значит, нульчатая линзация, и отсюда выводится то же самое, естественно, для любого афинного алгебраического многообразия над алгебраически замкнутым пулем, так, вот, значит, и мы сейчас хотим понять, ну и вот следующее, что делалось, это вот соответствие на уровне точек, так, а теперь мы хотим понять, а вот в чем же различие между вот этим и вот этим, это раз, а второе, как на этом ввести топологию, вот как вводилась топология в классическом случае, в классическом случае говорилось, что замкнутыми множествами в точности ровно являются множество совместных нулей, ну каких-то подмножеств кольца многочленов, если говорить про все афинное пространство, так, значит, то есть вот ровно, ну поскольку для любого множества это то же самое, что для идеала соответствующего, то это ровно вот такие подмножества в, значит, в а-н замкнутые подмножества, это ровно такие подмножества, ну и тоже в общем курсе проверялось, что они являются замкнутыми множествами некоторой топологии, так, ну вот, значит, как выглядит здесь точка, точка здесь, ой-ой-ой, мне опять не нравится, слушайте, ничего, если я заменю, пока не поздно, здесь, да, на t, x на t, чтобы говорить про точку, потому что я все-таки привык, тут делается по-разному, значит, некоторые пишут большие буквы, но я не люблю большие буквы писать для переменных на доске, вот, значит, что я хочу точку вот так обозначать, вот, и тогда мне придется переобозначить переменные, извините, вот, но так тогда, что значит, что вот эта вот точка принадлежит этому множеству, но это значит следующее, значит, x принадлежит x, это ровно значит, что для любого f из i, значит, f от x равно нулю, так, да, вот, то есть мы должны понять, а что же является в нашем случае аналогом f, так, но аналогом f, казалось бы, является элемент r, правда, так, что является аналогом вот этого замкнутого условия, вот мы должны себе объяснить, чтобы определить топологию Зарискова, значит, топология Зарискова на Зарискова, во многих русских книжках Зарискова пишется с двумя s, но это совершенно неправильно, так, значит, Зариский, вообще у него фамилия другая, значит, Оскар Зариский, вообще говоря, был, значит, из Польши, так, российским подданным, значит, и фамилия у него была, я ж не помню какая, но какая-то другая фамилия, Зариский, это он упростил до этого написания, когда переехал в Италию, он учился в Италии, вот у классиков алгебраической геометрии, так, и сменил свою фамилию на Зариский, ну и уж, конечно, с одним s, то есть, во-первых, эта фамилия не настоящая, настоящая там типа Зарецкий, там, или что-то такое вот, так, а, значит, ну, просто в Италии никто не мог прочитать там, если написать его по-польски, да, понятно, то не вдруг, так сказать, по-итальянски прочтешь, ну, не в начале, значит, ну да, он жил там до 60-х годов, то есть, ну, вот два афильских лауреата, значит, Мамфорд и Хиронако, его просто непосредственные ученики, он учился в Италии, там какое-то время работал, но потом в Европе стали происходить разные события, и он уехал в Америку и работал в Чикаго, вот, значит, ну и там вот у него образовались такие ученики, ну, в общем, в любом случае правильно писать одно s, так, а, ну да, при этом он сам, он считал себя человеком русской культуры, он действительно, так сказать, как бы знал русский, знал польский там и так далее, вот, ну, итальянский, разумеется, поскольку там учился, у него, по-моему, жена была из Италии, значит, очень интересная биография есть его, я могу тоже прислать, очень интересно, жизнь на фоне тех событий, которые происходили в Европе, две войны там и прочее, вот, а так топология Зарицкого, в ней, значит, замктое множество, это вот эти множество, так, ну, а топология Зарицкого на подмножестве, это то, что индуцировано топологии Зарицкого на объемлющем афинном пространстве, то есть замктое множество там, это пересчение замктое множество, значит, в а n с вашим подмножеством, так, вот, и нам нужно понять, что является аналогом вот этого замктое условия, то есть каким образом мы можем интерпретировать f как функцию на спектре, понятно, да? Вот, значит, но вообще говоря, мы считаем, что элементы спектра у нас, значит, это простые идеалы, так, но там-то у нас элементы множества буковкой x обозначались, а не буковкой p готическая, так, но давайте мы элементы спектра будем тоже буковкой x обозначать, так, но при этом, как бы в разных книжках разный подход, в зависимости от вашего отношения, от степени педантизма и от отношения к теории множеств, значит, либо вы считаете, различаете, значит, спектр как множество простых идеалов и спектр как топологическое пространство некое, либо не различаете, если вы различаете, так, но я не буду различать, то есть, но при этом я иногда хочу писать точки, значит, спектра как буквой x, то есть называть спектр одной буквой x, как-то посмотрите на него как-то по логическое пространство, называть точки буквой x, но в этом случае точка, соответствующая идеалу, обозначается вот так вот, ну вот в книжке Айзенбада Харриса она вот так обозначается, значит, некоторые пишут там x с индексом p, x с p в круглых скобочках, еще что-нибудь, так, в общем, нужно понимать, что, так сказать, вот точки это простые идеалы, их больше, чем точек там, сейчас мы узнаем в чем разница, так, но, значит, пока мы это узнаем, давайте посмотрим на то, что же является аналогом вот этого замкнутого условия, условия равенства чего-то нулю, как связать f функцию на множестве простых идеалов, так, мы хотим задать функцию из спектра r, так, вот куда-то, так, мы хотим сказать, что f элемент r является функцией, значит, вот здесь у нас есть точки, которые на самом деле соответствуют простым идеалам, и мы хотим с каждой такой точкой связать какое-то значение, значение функции в этой точке, так, вот это элемент кольца, а это простой идеал, что мы можем сделать с элементом и простым идеалом? О, абсолютно правильно, можно взять класс этого элемента, мобон для этого простого идеала, так, то есть мы сопоставим x по модулю p, так, вот, и это элемент будет где? Это будет элемент в, значит, в r по модулю p, и вот здесь самое существенное, вот сейчас я вам объясняю, почему мы берем именно простые идеалы, и почему, скажем, эту конструкцию не удается в таком виде перенести на некоммунитативные кольца, в таком виде, там это нужно делать по-другому на категорном языке, вот так, как делает Орлов, например. Да, я отождествляю, я просто обозначаю, чтобы связать с тем x, который там, извините, это опечатка называется, f по модулю p, конечно, спасибо, да, f по модулю p, элемент, естественно, так, вот, и здесь существенно, что p простой идеал, то, что p простой идеал гарантирует, что вот этот парень является чем? Областью целостности, вот это и будет гарантировать нам, что топология зарисков действительно будет топологией, так, потому что область целостности вкладывается в поле, так, значит, то есть мы можем рассмотреть вот это вот дело вложенным в поле частных, вот для области целостности, целостности r через q от r обозначается поле частных r, так, поле частных r, это локализация, да, в которой мы обращаем все ненулевые элементы, то есть, ну, r минус 0 я напишу, чтобы не вводить обозначение r минус 0 минус 1 r, ну и в области целостности r минус 0 является мультипликативной системой, так, мультипликативной системой, которая не содержит нуля, и значит при локализации получается поле, поскольку в поле 0 не должен быть равен 1, так, вот, ну и это значит, что вот это вот дело будет принимать значение в объединении полей r по p, ну и причем вот f от x принадлежит, то есть значение функции в разных точках принадлежат разным полям. Здесь почему-то мы смотрели на обычные функции, мы смотрели на многочлены, как на функции обычные из, значит, из x в k, ну не на многочлены, а на элементы, вот, значит, структурные алгебры, k от x, вот это вот t, значит, k от t, 1, t, n по идеалу i от x, всех х, ну и на многочлены, как на функции из а n в k, ну и на многочлены, как на функции из а n в k, а на элементы, вот, значит, структурные алгебры, многочлены, обращающиеся на x в 0, обозначается k от x, так, и там мы смотрели для f из k от x, мы смотрели на него, как на функцию из x в k, в k, а здесь мы берем какое-то объединение, значение, значит, полей частных попы, где, это x большое, да, да, конечно, спасибо, это x большое, да, это x большое, почему здесь одно и то же поле, мы сейчас выясняем самое существенное, поскольку, после того, как мы это поймем, мы поймем, как просто переводить с классического языка на современный, почему здесь все время одно и то же поле, потому что здесь поле предполагалось алгебраически замкнутым, значит, у него нет конечных расширений, так, значит, а идеалы здесь брались только максимальные, так, а фактор по максимальному идеалу, это поле, вот, но мы с теоремой Гильберта нуляк знаем, как устроены все максимальные идеалы, так, мы знаем, что каждый максимальный идеал, максимальный идеал в кольце многочленов, это ровно, идеал порожденный, значит, t1 минус x1, значит, tn минус xn, и он ровно соответствует точке x, что максимальные идеалы соответствуют точкам, а естественно, что фактор по такому, значит, идеалу, изоморфин поле К, поскольку мы выбиваем все переменные, так, и это задаётся изоморфизм, который отправляет многочлен f в значение в этой точке, так, то есть вот изоморфизм отправляет, значит, f в f от x, и это f от x принадлежит К, поскольку фактор по этому максимальному идеалу изоморфин К, то есть фактор по К, фактор КТ1 по ТН, по М, изоморфин К, вот, и гоморфизм эвалюации задаёт явный изоморфизм, понятно, да, вычисление значения, вот, так, понятно, да, значит, что у нас изменилось здесь, а здесь у нас берутся не только максимальные идеалы, во-первых, поле вычетов по максимальному идеалу, то, значит, может быть не обязательно, это одно и то же поле для разных точек в произвольном кольце, для разных максимальных идеалов, понятно, да, вот если мы возьмём кольцо многочленов уже над незамкнутым полем, то там уже есть максимальные идеалы, отвечающие, значит, отвечающие с разными полями вычетов, вот если возьмёте вещественные многочлены, то там, значит, есть максимальные идеалы, по которым поля вычетов R, а есть, по которым поля вычетов C, правда? Вот, значит, это значит, что даже для максимальных идеалов будут разные поля, а, значит, для не максимальных идеалов, для простых факторов вообще не будет полем, будет область целостности, мы берём поле частных и будут получаться разные поля, вот, но смысл такой, что вот значение функции это ровно f по модулю этого идеала, то есть f от x это ровно, значит, это ровно, что такое f по модулю вот этого идеала, по модулю t1-x1 tn-xn, то есть это ровно значит, что мы, что такое мы берём по модуле, это ровно значит, что мы вместо t1 подставляем x1, вместо tn подставляем xn, то есть это ровно вычисление значения, понятно, да? Вот, так что аналогом утверждения, что f от x равно 0, на том языке будет утверждение, что f принадлежит этому идеалу, так, то есть аналогом обращения в 0 будет следующее, вот, значит, мы хотим сказать, что мы берём, образуем xf, сейчас, обозначение, замкнутое множество, одну секунду, чтобы мне не, о-о-о-о, v от f, x от f я хочу другую обращать, как раз, наоборот, открытое, v от f, v от f это множество тех p из спектра, для которых f принадлежит p, то есть это вот будет аналог, вот, v от f, v от f это, значит, x из x, такие, что f от x равно 0, так, где f это элемент r, k от x, так, вот, и вот, это вот соответствует вот тому, там, но это, как мы знаем, не все, значит, не все замкнутые множества, а только то, что называется главными замкнутыми множествами, которые определяют гиперповерхностями, значит, дополнение к ним называется главными открытыми, а это то, что называется гиперповерхность. так, и вот дополнение к этому, вот это обозначается чаще всего, либо x от f, либо u с индексом, x f, либо u f, и называется главным открытым множеством, в x, главное, потому что определяется одним элементом, но так совершенно понятно теперь, что такое главное открытое множество здесь, это ровно дополнение, то есть x f, так, это p из спектра r, такие, что f не принадлежит p. и вот мы разобрались, как запомнить определение топологии зариска, так, значит, посмотрите, теперь, что же у нас происходит, теперь вот это вот, это не будут все открытые подножства, будут главные открытые подножства, так, главное открытое подножство, они не будут образовывать топологии, они будут образовывать базу топологии, так, то есть топология зариска, значит, в общем случае, это топология, которая задаётся вот такой вот базой. То есть это значит, что замктое множество определяются так, значит, произвольное замктое множество есть пересечение вот таких вот, правильно? Так, то есть что такое замктое множество топологии Зариска? Значит, а это лучше такое, мы берём любое подмножество S подмножество R, так любое, значит, и берём V от S так равным пересечению V от F, а это что значит? По F из S, а это что значит? А это значит ровно множество тех P, значит, из тех P из спектра, для которых S садится в P. Так... Почему смейство главных замктое множество, замктое среднего объединения конечного? Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Ну вот объединение замка должно быть замктое, а почему смейство главных замктое множество и объединение тоже главным замком? Потому что это простой делал, сейчас я это скажу, сейчас я это скажу, потому что значит, VF объединить с VG VG равно VFG, там ничего другого, никакой другой формулы не написать, правда, да? Значит, что это значит? Это значит, что если произведение двух элементов, значит, ну понятно, что, так что понятно, понятно, что множество простых идеалов, которые содержит любой из них, значит, содержится... Если он содержит F или G, то он точно содержит F или G, значит, в эту сторону понятно, да? Значит, если содержит F или G, то точно содержит FG, да. Так, это что значит? Это значит, что множество идеалов, содержащих FG, так... Да, множество идеалов, да, множество, множество... Так, а теперь почему, значит, наоборот, а потому что идеал простой, и поэтому если ему FG принадлежит... То либо F, либо G, да. То либо F, хотя бы одной из них принадлежит, это ровно значит, что там еще лишнего не будет. Согласны, да? И вот это вот ровно то место, где используется, что идеал простой. Вот почему мы берем простой спектр? Почему мы берем простой спектр, а не максимальный? Мы берем простой спектр, а не максимальный, потому что, значит, они устроены лучше по отношению к гоморфизмам колец, потому что, что там, прообраз максимального идеала не обязательно максимален, но он обязательно прост. Так, значит, устроено лучше, а почему мы не можем взять чего-то большего, чем простые идеалы? То есть мы должны взять что-то, что содержит максимальные идеалы, и при этом, значит, дает обратное отображение при гомоморфизмах, мы об этом будем говорить подробно, с одной стороны. А с другой стороны мы должны брать что-то, для чего это будет топологией. То есть мы не можем взять меньше, чем простые идеалы, если мы хотим взять максимальные идеалы, но мы не можем взять больше, чем простые идеалы, потому что иначе не будет это условие выполнено. Согласны, да? А коммутативность за тем, что, значит, в некоммутативном случае, как вы определите аналог простого идеала? Так, в некоммутативном случае, что является аналогом простого идеала? То есть произведение идеала. А? Во-во-во-во, вот теперь вы мне сейчас будете говорить, что, значит, там нужно брать множество первичных идеалов, там или что-нибудь в таком духе, да? Так, народ пытался. Вот у меня там есть очень хороший приятель в Антверпене, Фред Ван Оистайн. Так, они там несколько книжек написали, где они пытались определить корректно пучки на спектрах некоммутативных колец. Так, но для начала, значит, им нужно было решить, какой класс идеалов является правильным обобщением простых идеалов. И написав несколько книжек, они не смогли это решить. То есть, значит, вот на таком наивном пути, поверьте, люди пытались строить некоммутативную алгебраическую геометрию на наивном пути. Так, и ничего не получается. То есть, вот получилось только сейчас на пути категорном, когда, значит, просто говорится, что, ну вот, локальные модели, так сказать, некоммутативных схем, это просто, так сказать, категория, антиэквивалентные категории некоммутативных колец. Понимаете, да? Но тогда нужно корректно развивать, то есть, там довольно сложные категорные конструкции. Все это развивать на категорном языке. А на наивном языке, как вы говорите, люди пытались лет 20 и не получилось. Причем серьезные люди, действительно, хорошие специалисты по некоммутативным кольцам. Не получается. Вот. Но получается для каких-то классов колец, там, с контролируемой некоммутативностью. Но это кольца, вот всякие вещи, типа, то, что называется некоммутативная геометрика, там берутся какие-нибудь C звездочкой алгебры, там. Тогда берутся не все кольца некоммутативные в качестве моделей, а только какой-то специальный класс. Но либо кольца, вот всякие вещи, типа, там, знаете, суперматематика. Когда, вот, они там, два элемента, ну, когда берутся, скажем, многочлены, там, часть переменных коммутирует, часть антикоммутирует, там, еще что-то такое. Это, конечно, получается. Но это ни с чем от коммутативного случая не отличается. Называется некоммутативной геометрией, но это для очень специальных колец. То есть, это полезная вещь, но это непосредственное, как бы, обобщение коммутативного случая. А на произвольные некоммутативные кольца, там очень сложные вещи. Вот, ну ладно, то есть, вот сейчас мы пишем условие, значит, P из спектра, R, такое, что S содержится в P. Вот мы нашли замкнутые условия. Вот это будут все замкнутые подмножества в спектре. То есть, любое замктое множество в топологии Зарискова, это вот такое множество. Ну и поскольку понятно, что это множество, все равно, что говорить, это идеал. Поэтому говорить, что какое-то множество в нем содержится, значит, говорить, что идеал, порожденный этим множеством, в нем содержится. Так, и поэтому, если I, это идеал, Vr, порожденный S, то тогда, конечно, это равно V от I. То есть, на самом деле, все замкнутые множества в топологии Зарискова опять же определяются просто идеалами Кольцаер, всеми идеалами Кольцаер. Понятно, да? Замкнутые множества в топологии Зарискова спектра определяются идеалами. Ну, а открытые множества, это, соответственно, дополнение к замкнутым множествам. Так, а открытые множества в топологии Зарискова в топологии Зарискова. Так, это, значит, дополнение спектр R минус V от I. Так, ну и как я их обозначаю здесь, значит, главные открытые мы уже выяснили. Так, ну, значит, вот F. Ну, на самом деле, мне это не очень понадобится, вот почему. Потому что все конструкции, которые у нас будут, все конструкции пучков будут проводиться в терминах именно главных открытых множеств. Поскольку всякая локализация сводится к главной локализации, мы сейчас это будем обсуждать. Так, ну вот я произнес какую-то фразу, эта фраза, на самом деле, является утверждением. Какое утверждение я произнес? Что вот эти множества образуют топологию. Значит, Лемма, это действительно топология. Так, и вы мне скажете, когда устраивать перерыв, если устраивать. Еще не исчез, еще, вот как раз мы это докажем, да, и это действительно, действительно топология. То есть, значит, здесь сказано следующее. Ну все, нам классическая модель уже больше не понадобится, потому что мы уже перевели. Мы поняли, мы поняли, и теперь уже не будем ошибаться, теперь мы запомнили, что является аналогом замкнутого условия. Аналогом замкнутого условия является принадлежит, аналогом открытого условия является не принадлежит. Понятно, да? И вот я вам объяснил почему. Так, вот, значит, что это действительно топология. Ну вот, значит, что там нам нужно написать? Нам нужно написать, что для открытых, значит, что там конечные пересечения открыты. Но это мы вроде, так сказать, только что проверили, правда, да? Поскольку на самом деле, вот, действительно, вот эти вот множества образуют базу этой топологии. Понятно, что каждый из этих множеств является, чем? Является объединением, да, таких, чуть-чуть, чуть-чуть, значит, замкнутым пересечением, значит, ну да, объединением, объединением дополнений к замкнутым множествам определенным одним элементом, то есть объединением главных открытых подмножит. Так, ну, в общем, все свойства проверяются, да, то есть, значит, нулю отвечает все множество, кольцу, как множество отвечает, значит, пустое подмножце, поскольку r не содержится ни в одном простом, да, так, ну и так далее. Значит, пересечение и объединение мы только что проверили, там, одно из них по определению, а второе, значит, а второе, потому что идеалы простые, вот, проверили. То есть, это действительно топология. Топология, вот, вот эта база, вот эта база, а вот эта топология. Так, почему? Потому что, значит, спектр r минус, минус v от i, это объединение, чего? Объединение xf по всем f, принадлежащим i. Правда, да? Вот, значит, а чем удобнее один элемент? Один элемент удобнее вот чем. Тем, что мы легко определим в нем локализацию. Вот сейчас, значит, мы должны вернуться к понятию локализации. То есть, мы, помните, в прошлый раз мы обсудили вот такую вещь. r от p, это r минус p, значит, в минус 1 на r. То есть, это локализация в простом идеале, так, это обращение всех элементов не из этого идеала. Обращение амбулитивной системы, состоящей sp, это, значит, r минус p. То есть, иными словами, это sp в минус 1 на r. Вот, а теперь, какая у нас еще есть, какой у нас еще есть важнейший пример мультипликативной системы? А еще один важнейший пример, вот это, значит, первый пример локализации. Локализация в простом идеале. Так, а второй важнейший пример локализации, так, это то, что называется главная локализация. Главная локализация. Так, а что такое главная локализация? Главная локализация, это локализация, для которой мультипликативная система, это система, порожденная элементом f. То есть, это единица f, f квадрат и так далее. И здесь важнейшая альтернатива такая, либо элемент является нельпатентным, либо элемент не является нельпатентным. Если он является нельпатентным, то эта мультипатентная система содержит 0. А если он не является нельпатентным, вы понимаете, да, то эта мультипатентная система, они-то могут начать повторяться, если какая-то степень элемента является эдомпатентным. Вот, но при этом 0 там все равно не будет. Так, вот, и тогда вот это вот дело, это то, что получается, когда вы обращаете все элементы, значит, все степени f. То есть, вы допускаете в знаменателе все степени f, но если какая-то степень f равна нулю, это ровно значит, что у вас кольцо становится нулевым. Значит, если существует m такое, что f в степени m равно нулю, то, значит, rf равно нулю. Ну, огорчительно, да, нас поэтому больше интересуют элементы, которые не являются нельпатентным. Так, вот, а если он не является нельпатентным, то это еще записывается вот так вот, единица делить на f. То есть, это ровно значит, что вы добавляете к, значит, вашему кольцу обратный к элементу f. И вы таких несколько конструкций, главных локализаций, хорошо знаете с третьего класса школы. Так, значит, а именно, например, например, конструкцию десятичных дробей, да. Вот такое десятичные дроби, это z от одной десятой. Ну, там программисты предпочитают z от одной второй, а те, кто строит примеры в анализе, предпочитают z от одной третей. Знаете, всякие там кантеровские множества и так далее, да. Вот, значит, ну можно еще брать z от одной шестидесятой. Вот, значит, и сейчас, после перерыва, я вам расскажу, почему же это важно. Так, вот, ровно потому, что на самом деле любая локализация строится в терминах главных. Так, и это значит, что, ну это, к сожалению, будет значить, что нам придется строить теорию пучков не в терминах всех открытых множеств, а в терминах базы. Ну, что создаст некое небольшое дополнительное техническое напряжение в топологических вещах, но зато сделает всю алгебру намного проще. Поскольку мы будем обращать ровно один элемент каждый раз, понятно, да. То есть, отягощение на уровне определений, а вычисления-то все станут проще. Понятно, да, то есть, вот, как бы, ну давайте перерыв небольшой сделаем. На том, что, на том, что если у вас есть элемент f, есть элемент f кольца r, то с ним связана локализация r, f, если есть два элемента, так и если элемент f, значит, с f связана локализация, да. Если f делит g, то это что значит? Это значит, что если мы обратили g, то мы тем более обратили f. Так, это значит, что r от f содержится r от g, правда? Так, ну то есть, r от единицы делить на g содержит r от единицы делить на f, то есть, тем самым, есть гомоморфизм сюда. Значит, то есть, отсюда следует, что это первое, да, это второе, значит, это значит, что и есть гомоморфизм из r в rg. Отлично. Так, ясно же, что это множество главных локализаций, что оно фильтрованное. Так, значит, оно фильтрованное, что r, f, r, g, так, есть гомоморфизм в r, f, g. Так, да, но это значит, что мы можем, мы можем переходить к пределам. Так, и это значит, что, следующее утверждение, что любая локализация, есть предел, значит, r, f по f принадлежащим s. То есть, я сейчас сказал следующее, обратить все элементы s, это значит, обратить их все. Понятно, вы просто, это переформировка просто. Так, обратить все элементы, значит, s, все сразу, значит, обратить все их по отдельности, поскольку можно переходить к пределу вот в силу вот этого, в силу того, что множество фильтровано. Вот, ну и, например, это значит, что, следующее, это значит, что r, p, это будет предел r, f, по f, не принадлежащим p. Правда, что локализация в простом идеале, так, тоже определяется, в частности, определяется, значит, как предел главных локализаций. Вот, и поэтому, как только мы сможем сказать, что мы все топологические конструкции можем проводить в терминах базы, это будет значить, что мы все локализации, так сказать, все, что в кольцевых терминах с этим связывается, можем просто смотреть каждый раз на одно уравнение, на гиперповерхности, на один элемент. Так, то есть, это намного-намного технически проще, вот, значит, ну да, а, скажем, поле частных, это предел вообще по всем ненулевым элементам, понятно, да? Вот, значит, ну, давайте я вам сейчас на уровне обозначений одну вещь объясню, вот, давайте посмотрим на кольцо r от x. Ну, скажем, ну, скажем, k от x, и возьмем элемент x отсюда, в качестве нашего элемента f. Так, значит, что значит главная локализация в этом элементе? Что это за кольцо будет? Это мы взяли и к нашему кольцу добавили обратно и к x. Как это кольцо называется и как оно обозначается? Нет, что вы говорите? В поле рациональных функций, это значит, вы обратили все вообще неприводимые, то есть, ну, тем самым все вообще элементы. Ряды лорана, не ряды. Ряды лорана, это поле частных кольца формальных степенных рядов, многочлены лорана. Это многочлены лорана, это многочлены от x, x-1. То есть, конечную и в ту, и в другую сторону многочлены, но в которых есть и положительные степени x, а и отрицательные степени x. Вот, значит, с другой стороны, этот элемент сам в этом кольце является неприводимым. В факториальных кольцах, так, значит, ну, вернее так, в кольце главных идеалов, в кольце главных идеалов неприводимые элементы, это в точности простые элементы. Это значит, что идеал, порожденный этим элементом, ну, который обычно вот так обозначается в учебниках, это в точности идеал, порожденный этим элементом. Так, это, значит, максимальный идеал, ну, на самом деле, да, на самом деле максимальный, конечно, потому что, значит, это кольцо, он максимальный среди главных, но это кольцо главных идеалов, поэтому он максимальный. А так он простой. Вот, и что, значит, обратить, и что значит локализация в этом простом идеале? Вот это что значит? А вот это вот, как раз, значит, это близко к тому, что вы сказали, потому что поле рациональных функций, это поле частных кольца многочленов, так, а, значит, здесь мы берем рациональные функции, но не все, а такие, для которых знаменатель не делятся на х, да. То есть это просто две прямо противоположные вещи, значит, здесь только х в знаменателе, а здесь все, кроме х в знаменателе. Так, то есть на самом деле это значит, что вот, вот это вот, это в точности, как бы, ну, предел соответствующей диаграммы, да, понятно, да, когда мы обращаем и х, и вот это. Вот, вот это пример. Ну, и последнюю вещь, которую давайте я вам поясню, прежде чем мы перейдем к, значит, к определению пучка, так, к конструкции, значит, сейчас мы определили две вещи, то есть мы уже в нашем понимании спектра r продвинулись, мы определили его как множество в прошлый раз, и мы определили его как топологическое пространство сегодня. И вот нам осталось ввести последний элемент структуры, но этот последний элемент структуры, к сожалению, вам в будущих курсах не изъяснялся, поэтому я сейчас должен буду его изъяснить. Но прежде чем это сделать, значит, давайте поймем разницу, различие между спектром и макс, значит, для конкретных примеров. Я сижу тогда, надо тогда подумать, блин, пока думаем, держите. Тут пишется, извините, да, значит, макс r, и посмотрим, что это значит на конкретных примерах. Вот давайте возьмем в качестве r k от x. Так, тогда, значит, отличие между спектром и максимальным спектром для r равного k от x, оно очень-очень-очень небольшое. В этом кольце, это кольцо главных идеалов, поэтому, значит, каждый простой идеал порождается одним элементом, как и вообще каждый, и этот элемент, когда он порождает, значит, либо он не равен нулю, и тогда он порождает максимальный идеал автоматически, если он неприводим, либо он равен нулю, и тогда он порождает нулевую идеал, так, и это ровно значит, что вот максимальный спектр, там, скажем, для алгебраически замкнутого поля, это в точности будут элементы поля, и еще добавляется одна точка, которая называется бесконечной точкой, так, замыкание которой, то есть элементы поля это замкнутые точки, еще одна точка, замыкание которой будет вся прямая, то есть это прямая, в которой добавлена еще одна, значит, бесконечная удаленная точка, бесконечная точка, извините, бесконечная точка, замыкание которой равно всей прямой. Так, значит, называется общая точка. Это описывает спектр вот этого кольца, спектр k от x, спектр k от x для алгебраически замкнутого поля. То есть, иными словами, на прямой, значит, топология Зарискова устроена так, замкнутые множества, это, значит, это конечные подмножества раз, так, и это, значит, ну да, конечные подмножества раз, и всё множество два. Так, и вот отличие спектра от Макса состоит в том, что мы добавили ровно одну точку. Вот, а для r равного k от x, y ситуация уже другая, потому что на плоскости, значит, как устроены замкнутые множества в топологии Зарискова? Так, ну, во-первых, конечно, по-прежнему это точки, так, то есть это будут, значит, это будут, ну, каждый максимальный идеал, это замкнутая точка, так, но какие там будут ещё замкнутые множества? Там будут простые идеи, да, там будут простые, например, прямые, но не только, вообще любые кривые, ну, конечное объединение неприводимых кривых, да, совершенно верно, значит, конечное объединение неприводимых кривых, то есть ещё будут кривые, то есть это значит, что в спектр здесь мы добавляем, кроме замкнутых точек, то есть МАКС это точки, точки плоскости, а в спектр добавляются, кроме того, значит, точки, замыкания которых будут кривыми и добавляется ещё общая точка замыкания которой вся плоскость, понятно, да, то есть кроме замкнутых точек добавляются ещё незамкнутые точки, ну, значит, точка замыкания, общая точка, она отвечает нулевому идеалу, так, нулевой идеал содержится в любом идеале простом, значит, потом есть простые идеалы, порождённые одним элементом, это кривые, и есть простые идеалы, порождённые двумя элементами, это максимальный идеал, ну, в случае алгебраически замкнутого поля, в случае незамкнутого поля, там это соответствие гораздо сложнее, там одним уравнением можно задать что угодно, понятно, да, в случае замкнутого поля одним уравнением что угодно вы не можете сдать, вы можете только кривую задать, а? Ну, потому что вот вы берёте вещественное поле, вещественное поле, и там многочлен, вот, вот такой многочлен от двух переменных, он, значит, сейчас я правильно сказал, что-то не так, да, или нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет, что ж мне нужно? Нет, наоборот, я хочу сказать, что можно написать одно уравнение, у которого будет ровно одно решение, одно уравнение, ну, вот такое, наверное, да, это уравнение сдаёт одну точку, правда, ну, вот, значит, вот такое уравнение задаёт одну точку, так, это значит, что, вот, ну, понятно, да, отсюда, это значит, что там одним уравнением можно задавать что угодно, не гиперплоскость, а просто что угодно, ну, эта конструкция продолжает, итерируется, и вы можете задать что угодно, вот, над незамкнутым полем, над замкнутым полем ровно так, одно уравнение задаёт кривую, два уравнения задают точку, а ни одного уравнения, там, ноль принадлежит, да, то есть, значит, задаёт всю плоскость, вот, вот это примеры топологии Зарицкого, то есть, там, опять же, во многих наивных книжках по топологии, топологии Зарицкого называется коконечная топология, когда, значит, открытое множество, дополнение к конечным множествам и, и всё, да, и что, да, дополнение к конечным множествам и пустое, так, значит, ну, так, это коконечная топология, а вот топология Зарицкого открытыми множествами является дополнение к вот таким вещам, понимаете, Ну тут еще это что угодно мы можем еще нарисовать, любое конечное число кривых. Можно отвечать, а откуда в случае прямой убирается бесконечности? Из нуля, потому что вот здесь есть значит, любой максимальный идеал задается одним неприводимым многочленом. Так, значит, но кроме максимальных идеалов, есть еще один простой идеал, это область целостности, область целости, значит, что ноль является простым идеалом. Так, значит, а тут уже я стер, но у вас это следы, наверное, остались, да, того, что, значит, замктое множество, что, открытое множество, наоборот, замктое множество, да, содержащее, содержащее точку ноль, это все весь спектр. То есть замыкание точки ноль, это весь спектр, наименьшее замктое множество, содержащее точку ноль, это содержит все простые дела. Вот, отлично, значит, ну вот, то есть мы определили, ну а теперь смотрите вот на примеры на классическом, на практике вы будете смотреть, я наверняка вам уже Андрей Вадимович такие примеры рисует, правда, да? Вот, значит, а я вам сейчас начну определять третий компонент нашей структуры, а именно вот структурный пучок. Значит, то есть сейчас я с этим делом, да, ну а топология Зарисского на Макс, это просто индуцированная топология, это пересечение, топология отсюда с, значит, замктое множество, это пересечение замктое множество в спектре с, значит, с максимальным спектром. Вот и всё. Так, значит, а мы сейчас начнем строить третий элемент структуры, а именно структурный пучок, то есть вот этот вот спектр мы будем одной буквой обозначать, x, так, и вот сейчас мы построим О, x, структурный пучок. Так, ну вот пучок в разных языках называется по-разному, по-английски называется shift, по, значит, французский Фаши, фаши, чё, 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 фаши, как там, что там пишется, вот так, что ли, да, что-то я не так написал, и вот так, значит, по-немецки габе и так далее, во всех языках по-разному. Значит, что такое пучок? Итак, следующее отвлечение крэш-курс по теории пучков, значит, пучки были определены в сорок пятом году Лерре, так, значит, он их придумал, будущее, то, что называется prisoner of war, как это, военнопленным, я публиковал в сорок пятом году, вот, значит, в пятьдесятом году появилась работа Картана, Анри Картана, семинар Картана, в которой он истолковал пучки, как, значит, некоторые накрывающие пространство, вот, а в пятьдесят пятом году появилось сразу две вещи, вот Сера, статья знаменитая, фаши, альжебрик, коэрент, в которой он объяснил роль пучков в алгебраической геометрии и в том же году Гротендик определил предпучки, то есть уже дал общее определение, но в 1958 году появилась книжка Гадемана, которая передана русский язык и с тех пор уже изложение примерно в то время было канонизировано. Я вам буду рассказывать именно таким образом, а не топологическим, как это делалось до этого, но с другой стороны конечно не общее определение Гротендико. Что это такое? Итак пусть у нас x это топологическое пространство, тогда мы с этим топологическим пространством можем связать некоторую категорию. Так какую категорию? Категорию, которые я буду вот так обучать просто x двумя подчёркиваниями, это вот что такое, это категория, значит x как категория. Объекты этой категории это открытые подмножества, подмножества u в x. Так это объекты, а теперь значит что такое морфизм в категории x, значит морфизм в категории x из u в v, а морфизм в категории x из u в v, это вот что такое, это множество пусто, если u не содержится в v. Так и значит и это множество состоит из одного вложения, вложение из u в v, если u содержится v. То есть множество морфизмов, так оно состоит либо, оно либо пусто, либо ровно один морфизм, но понятно, что значит единица есть, композиция есть, так единица это единица u, это единица u, это тождественное отображение u в себя, да, значит композицию двух таких вещей это ровно значит, что у вас есть включение между тремя множествами, да, и тогда включение отсюда сюда, это композиция двух включений, так, ну что еще, вот все, все элементы определяющие категорию, вся структура категории описана, правда, да, это категория, так, ну вот, так тогда, прежде чем определить пучки, давайте определим предпучки, определение, значит предпучок на x, так это контравариантный функтор, а f из категории x в категорию множеств, ну контравариантный, поэтому давайте напишем вот так, ну контравариантный функтор, можем мы так сказать, да, мы так не писали, да, как мы функторы обознаемли, ну понятно, что я сказал, да, контравариантный функтор f из x в категорию множеств, это предпучок множеств, так, ну совершенно понятно, что такое будет предпучок групп, колец там, ну и так далее, правда, да, менее понятно или понятно, что такое предпучок модулей, как вы думаете? Что такое предпучок модулей? Да, тут нужно как-то, а? Вот, 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 совершенно верно, значит предпучок в категорию модулей, это значит на самом деле следующее, что мы должны рассматривать модуль как пару из кольца и, значит, модуля над этим кольцом, а морфизмом в этой категории, морфизм в этой категории определять так, что это гомоморфизм колец и полулинейное отображение модулей в соответствии с этим гомоморфизмом колец, то есть вот категория модулей, это же чуть более сложная вещь, значит, в смысле предпучок, но это я вам объясню все на конкретном языке, так, но давайте теперь осознаем, что здесь сказано, здесь сказано следующее, значит, контравариантный функтор состоит в задании чего? в задании того, что отвечает каждому, каждому объекту и в задании того, что отвечает каждому морфизму, так, значит, итак f, первое, что делает, у нас f сопоставляет u f от u, множество, так, это первое, и второе, у нас каждому включению множеств, каждому включению множеств, значит, должно соответствовать отображение в обратную сторону, которое называется ограничением. Так, это, значит, определение предпучка, так, ну а если это определение предпучка, то тогда что ж такое, интересно, будет морфизм предпучков? Если предпучок это функтор, естественное преобразование, морфизм предпучков, это естественное преобразование функторов, то есть это значит, что если у вас есть два предпучка, то тогда у вас морфизм что делает? Морфизм должен строить, значит, для первое, естественное преобразование должно каждому множеству, каждому объекту, так, каждому объекту сопоставлять, значит, фи с индексом у, из f от u в g от u, это то, что называется компоненты естественного преобразования. Хороший повод вспомнить теорию категории, которая вам рассказывалась, правда, да? Вот, значит, и чтобы это было естественным преобразованием, это должно удовлетворять аксиомию естественности, правда, да? Так, то есть это значит, что эти два, для любого гомоморфизма в категории Х, подчеркнутый, так, значит, то есть для любого включения, любого включения uv, мы должны получить соответствующую коммутативную диаграмму, ну, значит, это контравариантные функторы, поэтому эта диаграмма будет выглядеть так, значит, fv, fv, gv, fv, fu, gq, fiu, здесь ограничение, но соответствующее gv, а здесь ограничение, соответствующее fv, эта диаграмма должна быть коммутативна, вот ж такое морфизм предпучков, так, Значит, ну давайте я сразу определюсь такой пучок, а потом уже буду строить примеры и того и другого. Так, строить примеры... Что вы говорите? Что-что-что? Нет, предпучок это предпучок, в котором, значит, который устроен локально, то есть в котором вот эти самые F от U определяются локально. Это что значит? Что F от U выражается в терминах любого открытого покрытия. Так, значит, а именно пусть у нас U, множество U представлено в виде объединения вот открытых множеств, как называется, рассмотрим открытое покрытие множества U. Так, значит, тогда что это значит? Это значит, что у нас заданы ограничения, да? Ограничения из U на U и T, так, ограничения из U на U и T, чего? Ну вот мы взяли предпущок наш, F это предпущок на X, так, а X это открытое подножество, открытое подножество в X. Так, но эти ребята тоже все естественно открытое, вот, тогда это ограничение, оно что? Оно берет любой элемент, да, элементы F от U называются сечениями. Значит, S, принадлежащее F от U, значит, называется сечения F над U. Так, значит, мы берем вот любой элемент S из F от U и рассматриваем эти ограничения. Тогда, значит, совершенно понятно, что вот эти ограничения, они обладают следующим свойством согласованности. Так, значит, а именно, что если мы возьмем два множества, уитое и ужитое, так и рассмотрим их пересечения, то тогда ограничение с U на U пересечь ужитое S равняется ограничению с U на U пересечь ужитое S. Почему? Ну, потому что и то и другое в действительности, ну, потому что это функтор, ограничение транзитивно. Вот что такое, что значит, что это функтор? Это значит ровно, так, это значит ровно, что у нас ограничение, вот если есть U содержится в W, содержится в W, так это значит, что ограничение с W на U, это в точности значит, что мы вначале ограничили с W на V, а потом ограничили с W на U, это в точности входит в определение функтора, да, функтор переводит композицию морфизма в композицию морфизма, то есть в определение предпучка входит вот это, и поэтому если у нас эти S строятся по локальным данным, это значит, что вот это в действительности ограничение S на U и пересечь с ужи, а это тоже ограничение S, значит, U на U и пересечь с ужи, но только вначале мы одно выразили как одну композицию, а другое как другую композицию, но так естественно и то и другое, это одно и то же ограничение, поэтому они равны. Поэтому выполняется вот такое вот свойство, которое называется свойством согласованности, значит, здесь S принадлежит F от U итого, то есть это значит, что если эти S были ограничениями сечения на U, то они согласованы, и это выполняется в любом предпучке. А теперь мы говорим, что сечения определяются локально, это что значит? Это значит, что если мы знаем все эти ограничения, и они согласованы, то тогда существует единственное сечение на D с этими ограничениями. Вот это называется пучком, давайте я это запишу, так, это можно выразить категорным тоже образом, это называется аксиома пучка Гертендика, так, значит, давайте я вот это сотру, так, и предположим следующее, значит, а именно определение. f называется пучком, предпучок f, называется пучком, если на x он обладает следующим, если сечения обладают свойством локальности, то есть для любого покрытия, любого открытого множества, и любого семейства, согласованного семейства локальных сечений, на открытых множествах этого покрытия, любых локальных сечений, на этом покрытии существовало единственное сечение на U. существует единственное S, значит, из F от U, такое, что ограничение с U на Ui, S равняется S. Т.е. если вот та конструкция, которая была, так, значит, она давала нам единственное сечение на всем множестве. Т.е. это значит, что вот те функции, которые нас интересуют, они просто полностью определяются тем, что происходит в окрестности каждой точки. Если мы выбираем семейство функций в каждой точке и это согласовано, вот это выполняется, так, значит, то на всем U мы можем построить такую функцию на всем U. Ну давайте вот, чтобы, значит, сегодня закончить, приведем два примера того, что предпучок не является пучком, и на этом, значит, сегодня закончим. По какой причине предпучок, значит, может не являться пучком? Он может не являться пучком по той причине, что либо, значит, функции не определяются локальными данными, значит, либо нельзя построить глобальную функцию, которая определяется, значит, данными локальными данными, либо таких функций можно построить слишком много. Определение пучка такое, предпучок называется пучком, если сечение, значит, на любом открытом множестве, сечение на всем X называется глобальными сечениями, если сечение на любом открытом множестве определяется локально, то есть для любого открытого множества U и для любого его покрытия UIT, значит, любого набора сечений на UIT, согласованного, удовлетворяющего этому условие согласованности, существует единственное сечение на U, такое, что эти сечения SIT являются его ограничениями на элементы покрытия. Вот, и сейчас нам будет понятно, в чем причина того, что это может нарушаться. А причина того, что это может нарушаться, состоит в следующем, что, значит, контрпримеры. Первое, это возьмем X, значит, дискретное. Ну, например, даже просто двухэлементное. Тогда это что значит? Тогда это значит, что вот у вас, значит, множество открытому X, а? Дискретное. Дискретное. Значит, X открытому множеству сопоставляется, вот F от, значит, F от, чего, F от X, ну, которое мы как-то, F от X, которое мы как-то обозначим, это множество A. Значит, Y сопоставляется, F от Y, это множество B. Так, а теперь посмотрите, значит, что сопоставляет с открытым множеством X, Y. Так, ну, понятно что, на самом деле что-то должно сопоставляться, просто что-то вместе с отображениями сюда и сюда. Так, но чтоб это было пучком, значит, вот чтоб мы не взяли отсюда, и чтоб мы не взяли отсюда, так, значит, они согласованы, потому что перещение этих множеств пусто. Любая пара согласована, и это значит, что вот это будет пучком ровно в единственном случае, когда сечение на X, Y, значит, будет задаваться своими ограничениями на X и на Y, то есть свои первые компоненты и свои вторые компоненты. И это значит, что вот это должно равняться A крест B. Вот тогда это пучок. А если это неверно, ну понятно, что пустому множеству сопоставляется одноэлементное множество любое. Значит, X сопоставляется A, Y сопоставляется B. Вот если это AB, то это пучок, а если что-то другое, то это не пучок. Это может быть как больше, так и меньше, понимаете? Понятно, да? То есть может не любой паре, а может быть наоборот любой паре много. То есть может нарушаться в любую сторону. А второй пример такой, значит, возьмем в качестве X вещественные числа с обычной топологией. И возьмем, значит, сопоставим F от U, это ограниченные функции на U. Ну понятно, что это предпучок. Ограничение ограниченной функции будет ограниченной функцией. Так, но это не пучок. Почему? Ну потому что вы берете там растущие интервалы. И вы берете просто линейную функцию. Просто вы берете линейную функцию. На каждом интервале она открыта, она ограничена. Ну а теперь попробуйте к пределу перейти. Понятно, да? То есть нет, не существует ограниченной функции на R, которая в ограничении на это покрытие, ну понятно, да? Давало бы вот такое согласованное семейство ограниченных функций. То есть понятно, да? Ограниченные функции — это предпучок, но не пучок. А вот бесконечно дифференцируемые функции — это пучок. То есть если у вас есть, так сказать, вы сопоставляете открытым множеством множества бесконечно дифференцируемых функций на нем, то, конечно, ограничение бесконечно дифференцируемых функций на открытые подножия — это бесконечно дифференцируемые функции. Если две бесконечно дифференцируемых функции заданы на двух открытых подножствах и на пересечении совпадают, то это будет бесконечно дифференцируемая функция. С аналитическими чуть посложнее, а с бесконечно дифференцируемыми просто вот это один из первых примеров пучка, которые вы видите или должны были бы видеть в курсе дифференциальной топологии, дифференциальной геометрии. Вот мы как раз будем заниматься обобщением этого примера, но с гораздо более ограниченным классом функций. Так, ну вот, я думаю, что на сегодня все.